приветики это house flipper тоже полю по фоточкам сегодня мы займемся с тобой детским садом и бункером дело в том что у нас в заказах точнее в нашей почте осталось совсем немножечко заказов начнем же мы конечно же с тобой с детского садика очень прям хочет посмотреть что там за дрова такие итак мы уже возле детского садика и я предвкушаю что там будет полный трешак пойдем глянем что там у них внутри детский садик нас встречает с кучей грязи есть какие-то банки из-под сока это у нас банки из под чая холодного это что у нас за комната это точно детский садик я не ошибся ты глянь тут таракашечки ползают да придется здесь очень много чего сделать о туалет туалет всего два туалета для детского садика так это ж мало сколько здесь детей то должно быть четыре или пять пицца лежит слушай по моему это был бывший офис скорее всему из бывшего офиса сейчас будем делать с тобой детский сад я больше чем уверен ну да 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 вот похоже что это был реально офис вот видно даже что пуфики столы кресла компьютерный таки в общем все ясно а вот и кладовочку нас значит работы предстоит здесь просто огромное количество грандиозное ай ты посмотри а здесь трубы текут вообще вот это беспорядок ладно давай сейчас починим нашу батарею чтобы трубы не бежали а то затопим весь дом ну а это нужно как-то ручками убирать так вот сколько здесь мусора так учение что тут банда бомжей жила вот серьезно пиццу хавала а это наверно ниндзя черепашки тут жили они же обожают пиццу просто капец как это логово ниндзя черепашек по-любому интересно где быть тут сплинтер жил вот и глянь там еще одна батарея течет ох уже дела надо переставить этот столик это вот так вот сюда капец здесь уже набежала как здесь еще звери на водопой то не сбежались так ну значит тут мебель просто вообще очень учуханная я думаю что ее восстанавливать нет смысла мы ее сейчас с тобой продадим ну а когда помещение мы очистили от лишней мебели можно заняться и влажной уборочкой уборка у нас завершена влажная и сухая теперь нам предстоит заняться внутренней отделкой нашего детского садика блин кто придумал этот вообще дизайн расстановки мебели мне нужно было поставить сюда кресло и разместить 28 вот таких вот маленьких шкафчиков для обуви так они сюда не влазят это что за помещение то такое где раздеваться надо сюда даже на руку поместится о наконец-то все это помещение мы закончили вот так вот она выглядит сейчас я уйду вот так вот заходим здесь у нас диван доски непонятно зачем они здесь ящички для обуви и крючки которые висят немножечко кривовато но это дизайнерская задумка пофиг пришло время коридора коридор в принципе неплохой он мне сейчас напоминает чем-то школу школьный коридор ну вот и коридорчик готов единственная немножко переборщил с плиткой и у меня теперь плиточка еще и в других помещениях есть ну думаю ничего страшненького вот эта комната я так полагаю комната директора детского садика здесь нам нужно будет немножечко перекрасить стеночки и офисной мебели наставить темновато уже надо бы свет включить вот так-то лучше ну вот и все директорская комната закончена единственное меня очень бесит вот этот темный зеленый цвет такой плевотный немножечко короче ну что директор попросил то и покрасил весь кусица какая-то если честно сейчас посещаемое место это туалет что нам здесь нужно сделать уложить напольную плитку а также настенную плитку но прежде прежде нам нужно включить свет вот так вот уже можно работать плитка положено есть у меня такое ощущение что я немножечко в другую комнату залез пойдем глянем что тут у нас чуть-чуть ну чуть-чуть ладно чуть-чуть залез а здесь здесь норм ладно фиг с ним туалет готов настенная напольная плитка уложена смотри как вот эта люстра светит ночное время красиво словно в каком-то музей эта комната у нас детская здесь играют дети у нас будет три цвета на стенах сейчас мы посмотрим как все будет выглядеть детская комната у нас готова заходим смотрим как у нас интересно покрашены стены здесь у нас разные стеллажики со всякими разными коробочками игрушечки в виде осликов здесь мячик эта коробка для хранения всякой мелочи для детей здесь столики где у нас детки все собираются здесь доска на которой будет учитель что-то рисовать под доской на стульчик на которые дети будут вставать и рассказывать стишки например дед мороз я не знаю здесь у нас еще одна тумбочка на которой стоит различные всякие коробочки фоточка котейки видимо где-то в детском садике есть котейка здесь у нас зайчик который смотрит в окошечка отличные шторы подходят под цвет стен ах да чуть не забыл коврики еще постелил зелененькие вот такие чтоб приятно было по нему ходить я сам хожу и кайфую по нему в общем здесь мы закончили мне эта комната очень понравилась я ее классно сделал если тоже понравилось то есть а лайкос а мы идем в следующую комнату а следующая у нас комната это кухня где деткам будут готовить завтрак обед и ужин что нам здесь нужно нам нужно уложить здесь новую плитку на пол и на стену и помыть окно вот в принципе и все кухонька у нас готова плиточка положено вот так вот это все дело теперь выглядит интересно забавно но мне не очень так нравится я бы сделал немного по-другому осталась еще одна комната скорее всего это тоже будет детская но сейчас в процессе мы поймем в общем это оказалось еще одна детская комната но здесь побольше игрушек здесь поинтереснее даже компьютеры есть правда монитора нет непонятно непонятно как они будут работать на компьютерах но видимо потом докупят еще один системник тоже сюда поставлю вот так вот рядышком вот в общем пиши в комментариях какая детская комната тебе больше понравилось это или предыдущая ну что ж детский садик мы закончили все сделал правда не понимаю почему шкала прогресса не до конца дошла главное что сделал красивый детский сад и получу из за это миллион сто тридцать тысяч рублей так хочу еще глянуть на наш бункер какой бункер выбрать жилой или просто бункер мне кажется намного интереснее будет просто бункер здравствуйте мы купили жилой дом замаскированным послевоенным бункером предыдущий владелец не оценил того что у него было и сделал из бункера небольшой склад мы хотели бы иметь безопасное место в котором сможем прожить несколько недель пока не станет безопаснее не вопрос поехали ухты вот это вот у нас домик с бункером пойдем глянем что там внутри обычный домик ничего здесь сверх естественного нет нужно найти кладовку где кладовка это не кладовка где вход в кладовку опа 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 смотри-ка вот он бункер похоже если честно на огроменный люк посреди комнаты от канализации давай откроем ядре он батон как там грязно что пойдем спустимся вау вот это круто правда очень маленькое помещение но пережить здесь торнадо или еще чего-нибудь вполне реально что ж приступим к уборочке кстати за этой дверью еще одна комната мы можем ее открыть либо нажать на переключатель что он делает интересно давай нажмем а он просто включает свет я понял я понял пусть свет лучше будет включен пойдем следующую комнату это видимо небольшая кладовочка здесь будет следующая комната еще одна небольшая к какой здоровый бункер на самом-то деле на первый взгляд он был маленьким и это у нас уборная ну то есть туалет все я понял будем убираться здесь постепенно начнем с первой комнаты необходимо покрасить стены в белый цвет так первая комнатка у нас выглядит вот таким вот макаром в принципе довольно уютно единственное что меня смущает это газовый баллон но он здесь необходим для газовой плиты поэтому без него никак идем в следующую комнату и и и и и и и и и Вот такая вот у нас кладовая получилась. Здесь и макароны, и суп, и орешки, и консервы с томатами, и консервы с тунцом, картошкой, ореховым маслом, рис. Контейнеры вон для воды стоят, даже сейф сюда задолкали. Не знаю, что там можно хранить, в бункере-то тем более. Также про аптечку не забыли еще. На этом обустройство кладовая у нас закончилось. Идем в следующую комнату. Что же будет здесь? Ну, а здесь у нас оказалась спальня. Всего две кроватки и две полочки. Идем в следующую комнату, и это уборная. Ванная комната в бункере готова. Душевую поставили. Четыре рулона туалетной бумаги этим засранцам купили. Унитаз роскошный поставили. Раковину красивую установили. И даже бойлер поставили. В общем, здесь есть все. Даже генератор электричества. Так что жить здесь вполне можно. О, даже выход здесь есть. Нифига себе. Ну что ж, тогда через этот выход мы и уйдем. Куда он выводит нас? А выводит он нас на улицу. Шикарно. Ну что ж, на этом наша серия подходит к концу. Если тебе понравилось, то с тебя лайкос, комментос под видос, а также подписочка, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Тебе спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в новом видео. Я за бункер получил всего 714 тысяч? Пф, да уж.